друзья привет вы на канале жить краснодаре сегодня я сниму небольшое видео не по поводу не по поводу переезда а просто расскажу вам про свой канал возможно кому-то из вас интересно да я думаю что многим интересно просто я сама тоже через это проходила когда смотрела раньше другие каналы и думала зачем люди снимают а у это какая-то такая что-то такое непонятное необычное какой-то не цель преследует и когда год назад как раз в это время мне пришла в голову мысль начать снимать но открытие создать свой канал и у меня детский канал был сначала куколки называется я стала снимать своих девочек там как мы как они развлекаются наши занятия с василийской и я стала смотреть видео по поводу о том как это делается и многие блогеры особенно такие знаете которые уже ну которых там много тысяч подписчиков там миллионные просмотры у них спрашивают а зачем не снимаете видео они говорили нам нравится я такая сидела и думала но но нравится им и как бы думала что на всем на этом можно зарабатывать деньги сейчас детский канал я благополучно забросила понимая что чужие дети совершенно никому не интересны и ты когда снимаешь видео вкладываешь в душу в это еще его монтируешь делаешь его интересным а его посмотрит там 10 20 30 человек то как-то руки быстро опускаются вот и я однажды сняла видео про какое-то мероприятие в школе нашей в адыгейской да и выложила это видео на группе в одноклассниках для переезжающих и один мужчина мне стал задавать вопросы я с ним как бы стала общаться и тут мне пришла мысль в голову они снимают видео на тему переезда все-таки у меня как бы опыт есть какой там какие-то где-то машинки совершали в общем не есть с чем чем с людьми поделиться и вот когда я уже решила что да я хочу это делать я стала думать о том как назвать свой канал и мне иногда некоторые мои зрители как бы меня обвиняют в том что чё это вы назвали свой канал жить краснодаре хотя сама ты типа того что живешь в адыгее почему я назвала так свой канал я предположила я не считаю что я живу в адыгее да что я живу где-то там в чем в каком-то страшном ужасном месте и надо было назвать мой канал там переезд в адыгее или я считаю что я живу в центре краснодара по факту это так и есть то есть территориально это так и есть номинально это называется адыгее по факту территориально это все таки краснодар ну ладно это не столь важно просто мой канал почему так называется я предположила подумала кто будет смотреть мой канал мой канал будут смотреть люди которые мечтают жить краснодаре кто-то из них уже решил жить краснодаре кто-то уже решил переехать до жить краснодаре кто-то едет уже жить краснодаре поэтому я так подумала что для каждого мой канал будет но чем-то своим до каждый будет вкладывать в название моего канала какое-то свое свое значение и она мне кстати очень нравится я вот по ним поняла что я в принципе вот сейчас снимаете видео да я поняла что я в принципе как бы угадала так скажем с названием канала вот еще мне там частенько говорят что там какие-то корыстные цели преследуют какие корыстные цели там по поводу сколько мы зарабатываем на ютубе зарабатывает на ютубе те наверное которые у которых миллионы просмотров я подключила свой канал к партнерке то есть ну вы стали видеть рекламу перед перед моими видео это было в июле я еще не заработала 100 долларов вы представляете при том у меня там какие-то что-то там 80 долларов висят на счету там ну так я вижу их да на экране что они у меня есть а как их вывести оттуда я еще не в курсе то есть как бы на канале я не заработала ну прям на моем видео ничего ну и мои видео они в принципе то они не обо мне вот так по-хорошему они просто информационные я делюсь в них своим опытом то что мы пережили то что я допустим где-то слышала хотя я это стараюсь тоже но не говорить о том что слышать это одно другое дело пережить и рассказать возможно мои видео будут кому-то полезны да где-то человек не совершит ту ошибку может быть кого-то подстегнет наоборот переехать но может быть кто-то наоборот посмотрел моем видео скажет нет потому что лучше мы останемся на своем месте жительства вообщеPLE я снимаю видео я буду их снимать пока мне это интересно ну хотя знаете вот эти злые комментарии тут мне вчера буквально кто-то написал какой противный голос там пишут по поводу как я говорю главное не что я говорю а как я говорю как я выгляжу да конечно это бьет по рукам и я понимаю почему многие начинают снимать а потом заканчивают, вернее, бросают всё это дело. Ну, хотя, знаете, я уже пришла к тому времени, когда мне всё равно, что вы пишете. Пишите обо мне плохого, я взрослая тётенька, сама про себя всё прекрасно знаю, как я выгляжу, что я из себя представляю. Поэтому если мне незнакомый человек скажет, что у меня противный голос, фу, мне это совершенно всё равно. Но я просто сразу говорю вам, что я блокирую таких комментаторов. Это мой канал, это мой дом, и я принимаю только в свой дом хороших людей, хороших гостей, и хороших я выметаю поганой метлой. А вообще, я же прежде, как бы развивая свой канал, я думала, что я буду его развивать, что это будет, наверное, какой-то, может быть, способ зарабатывания денег. Я прошла школу на Ютуб, то есть я ко всему достаточно отношусь. Серьёзно вы уже это, наверное, поняли. И я поняла, что Ютуб – это не то место, где можно зарабатывать. Это нужно было либо какой-то сфер такой артистичной личностью, обладать какой-то сумасшедшей харизмой, либо иметь какие-то супер-пупер навороченную аппаратуру, камеру. Я снимаю на обычный телефон. Вы видите, что в последнее время я даже не монтирую своё видео, потому что, чтобы монтировать, нужно иметь хороший компьютер, чтобы там была хорошая программа. Я имею в виду видеоредактор, её нужно изучать. У меня был онлайн-редактор Ютуб, он меня очень устраивал, Ютуб его закрыл. В общем, Ютуб – это вообще такой работодатель ненадёжный. Сегодня он тебе хорошо платит, завтра он тебе ни копейки не заплатит. Поэтому, в общем, я сделала такой вывод. Я буду по возможности, пока у меня будет желание, снимать видео для вас. Но мои видео будут необработанные, они будут без музыки, возможно, они будут некрасивые, потому что они просто будут информативные, информационные. Я хочу донести до вас какую-то информацию, а вы уже сами решаете, нужна вам эта информация или нет. То есть я никого не буду развлекать. У меня нет на это времени, я не того склада человек, чтобы развлекать, веселить. Я буду просто до вас доносить информацию, друзья. Если она вам будет нужна, важна, я буду очень-очень-очень рада. А то, что я там говорю, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, это я так шучу. Шучу. Всё это, честно говоря... Нет, конечно, конечно, мне приятно. В чём врач? Мне приятно, когда вы пишите мне хорошие комментарии, говорите какие-то добрые слова. Меня многие поздравили с Новым годом. Я вижу там под нашим видео, где мы вас поздравляем с Новым годом, много лайков. То есть, знаете, вот если вас воспринимать не как цифры просмотров, что там у меня на видео? Ну, тысячи просмотров, да? Ну, по-хорошему это мелочи, да? Если там смотришь у кого-то, там 10, 20, там 100 тысяч просмотров, то ты понимаешь, что там моя тысяча — это фигня, можно сказать. Но если вас воспринимать как живых людей, я это, знаете, совсем недавно поняла, что, допустим, я понимаю, что нас, нашу семью смотрят, ну, 400-500 человек точно смотрят. И если представить, что вы, 500 вот этих человек, сразу пришли к нам в гости, вы не поместитесь в моём доме. Вы не поместитесь просто на моём участке. По-хорошему я вас могу считать друзьями, да? То есть вы видите меня чаще, допустим, чем вы, может быть, общаетесь со своей роднёй, да? Возможно, мы стали для вас дороги. Хотя я повторяю, что я не снимаю свою семью, я не снимаю жизнь, да, нашей семьи. Я просто на каких-то этапах, ну, то есть нашей семьёй, честно говоря, я вас совсем чуть-чуть допускаю, да, в свою жизнь. То есть вы не видите нашей жизни совершенно. Вот, и вот на этих маленьких каких-то моментах жизни нашей семьи я вам показываю, как вы можете жить в Краснодаре. Вот, и я поняла, что это огромное, просто вот эти 500 человек, это просто огромное количество людей, которым, которые, ну, возможно, мы нравимся, да? Это, ну, это, знаете, такое вот, меня прям переполнило такое чувство, что, конечно, это виртуальные знакомства, ну, вот мы, допустим, познакомились, один из подписчиков, Максим Синема, он не постеснялся подойти к нам в МИКе, мы познакомились, перезванивались, он звонил, как бы вот, они буквально вчера или позавчера у нас в гостях были, то есть они пригласили нас к себе в гости, замечательная такая семья. То есть вот из чего-то такого, да, вот о людей, которых мы встречаем, которых мы и возим там по Краснодару показываем, которые к нам обращаются за помощью. Вообще, канал сделал мою жизнь, мою личную, про там воины, мне кажется, это его напрягает, честно говоря, но мою жизнь сделала, знаете, какую-то более значимую, что ли, хотя я всегда знала, что моя жизнь, ну так, достаточно, ну у меня есть дети, я в них вкладываю, мне казалось, что это тоже большое значение имеет. Но быть кому-то нужным и полезным, это просто здорово. Спасибо вам, мои дорогие, что вы смотрите нас. Если мы вам полезны, это вообще просто одно класс. Спасибо вам большое. Вот когда я говорю, что я вас люблю, вот в этот момент я реально вас люблю, я понимаю, что это любовь взаимна. И вообще здорово всех любить. Ну, мне кажется, здорово быть позитивным, тоже многие там говорят, что я на позитиве, там. Думаю, на каком я позитиве, в принципе, я так живу всегда. И мне кажется, это правильно так жить, правильно любить место, да, в котором ты живёшь, людей, которые вокруг тебя, какие бы они ни были, это их проблема-то. какие они, главное, как ты к ним относишься. Так что вот так. Желаю вам всего хорошего. Желаю, чтобы у вас всё получилось в этой жизни. Чтобы все ваши мечты сбылись. Я вас всех реально люблю. Всем пока, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok